Несмотря на то, что город перегружен промышленными предприятиями, их более 150, в нем легко дышатся. Фонтаны, искусственные водоемы, парки. И с конца в конец по его улицам можно пройти под кронами деревьев, которые подобно зеленому щиту ограждают жителей от горячих испарений телеконов, выхлопных газов машин, заводских выбросов. Друзья, мы ехали как раз на Октябрьский, развозить помощь мимо проезжали, буквально минут 10-15, сюда в кафе «Три Пятеркина» Березово прилетел украинский снаряд и повредил машины, а также здесь сообщают, что были ранены. Мы видели скорую, которая отсюда ехала, наверняка забрали. Вон, смотрите, свежачок, совсем свеженькая. Да, какая-то шрапнель, непонятно. Шрапнель, я не знаю, вон, глянь, беру, какую выкоротила. Ну да, ну, видишь, правильное попадание. Только-только прилетело. Ой, оно еще кассетное, там заряды кассетные. Где? Вон он торчит. Это град, друзья. Это пакет град, сюда прилетел. Ну, может, не пакет, а просто одиночный или несколько снарядов. А еще где? Еще, говорят, там вот на базаре такая же есть, там сапожник сидел. Опять прилетает рядом. Это не рядом. Ну, это не рядом, это в стороне Абакумова, да? Сегодня пристреляли. А вот еще один снаряд, который прилетел в вот это могучее дерево, которое и уберегло, уберегло, вернее, от тяжких последствий. Ну, вон, смотри. Да, потому что здесь рынок, магазины и тому прочее. Андрей, гляньте по теплу. А где здесь прыль, вон, в дерево? В дерево, в дерево. А если б не дерево, да, взяло на себя дерево, он там осколки, видим и тому прочее, посечено. По-моему, еще вот сюда где-то прилетело. Много посеченных летаный раз. Это осколками. Вот, видите, самые свежие ямы, куда они тут сырки, непонятно. Скорее всего, дерево пролез был. Это уже осколки, наверное. Да, вот они, осколки эти. А вот она, вот она яма, скорее всего. Вон торчит, глянь, что там торчит. Градина. Тоже Градина. Да нет, целый пакет выпустили, двари. И продолжаем. Да, их две, по-моему, или как? Или тут не разорвавшиеся подклименты. Две, 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 две. Да пакет выпустили, я тебе говорю. Пусть, наверное, саперы разбираются в этом все. Так, где они? Так, а вот вторая. Да, в одном месте, может быть, она разломилась, может, так-то это, но... Да нет, тут две. Оболочки, скорее всего. Потому что два снаряда в одну воронку навряд ли. Друзья, ну вот мы приехали на поселок, как этот, Октябрьский? Нет, это Северный. Северный, Северный, да? Сегодня мы привезли 150 продуктовых наборов для этих жителей. Сейчас мы будем потихонечку разгружать, все здесь складывать. Скажите, а что говорить, мы и так слышим. Ну да. Ну как тут, стреляют сильно? Да. Терпимо. Терпимо, да. Ну, наверное, это мы привыкли просто. А как тебя звать, скажите? Миша. 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 Мне 15. И что, бывает порой страшно? Я уже привык к этому. Привык. Ну, ты же герой, конечно. А рядом прилетали снаряды? Ну, вот на Терекон, вот сюда, близко. Вот сюда сразу, где у нас перекресток, поворот, туда очень много прилетало снаряды, попадали, света долго не было. Как бы, дети учатся, у меня четверо детей, но вот это средняя, дочка в мединституте, очень тяжело. Интернет, в РУ, мы постоянно выключаются, свет выключается, детям учиться очень тяжело в этом плане. Магазины не работают, а один есть там, одни, извините, алкаши, и даже толком ни хлеба, ни круп, ни чужого. Вот мы слышали, видели, вернее, пожарки, поехали, не слышали, там ничего, не горит его. Ну, слышно, оно падает, но мы просто уже не знаем, где оно. Оно и там падает, и там, и там, как бы, получается. Это сегодня, да? Да, оно же новое вооружение, что-то летит, мы просто слышим звук, где что происходит. Здравствуйте, вам. Здравствуйте. Вот видите, стоят люди в ожидании раздачи помощи. Реально здесь очень опасно, да? Постреливай, да? Не слышали, смотрим пожарные, куда поехали? На Октябрьске поехали две, вот так же стоим, смотрим, прилеты были. Да, а куда, на Октябрьске, не слышали. Там уж на улице, как бы в интернете хоть посмотрели, на Октябрьске куда-то. Вообще свет дали здесь? Вот же света не было. Дали, свет дали. Вчера и на Октябрьском 7 часов дали свет. И опять, наверное, где-то поприлетало. Там и были только что на Бирюзовой, там, прилет в магазин, в кафе, родина женщина была. Ну, вроде как, больше ничего особенного. Кировские тут живые, все? Живые, да. Ну, у нас тоже, тогда сейчас только затихли. Люди стояли, поразбегались, он домой, потому что поиспугались. Сильно стреляли, да? Да, необычно. Ну, как тут дела? Тебя как зовут? София. София, да? Как живется здесь? Нормально, но... Страшновато бывает. А тебе сколько лет? Одиннадцать. Одиннадцать. И ты не помнишь, чтобы было тихо, всегда громко, да? Да. То есть, ты вот, как родилась, да? Потом повзрослела немножко, да? И не помнишь, чтобы было тихо, все время стреляли. Вот так детки живут здесь на линии фронта, друзья. И постоянно слышат вот эти выстрелы, вот эти прилеты, куда сюда прилетают. Все разбито вокруг. Не успевают люди стеклить окна. Вот такая здесь жесть, друзья. Татьяна Николаевна, как всегда, в первых рядах. Она уже сегодня тренировку прошла, а теперь вот... Да, это я побегала. А сейчас и покачалась. Покачалась. Вот, друзья, сейчас мы привезли все 160 наборов. И разгрузились здесь. И будут сейчас выдавать людям. Может, немножко утихнет еще, немножко. И люди будут подходить и им выдавать продукты. Огромное спасибо, друзья. Низкий вам поклон за все. Спасибо большое вам и за помощь. Привет, собачки. Вот и наши собаньки. Вы нас ждете? Ждут нас. А вот этой туда высыпать. Ля, а эта сразу ухватила. Даже не оставила своим малышам. Малышам дать. Этой дай, она сейчас быстренько все съест. А вот мы слышим, совсем недалеко тут прилеты. Реально щенкам не дает, слушай. Это насколько она бедная, голодная. Дай. Таня, попробуй уцетки для голодной. Ты чего она не дала? Кошек? Она им не даст пожрать. Не дает? Нет. Она еще туда с участком высыпает. А вон та собачка. А ей что не дали? Ей дали. Сейчас корма тоже высыпь. Пусть у них будет корм побольше. Не дали, не дали. Ей корма, наверное, насыпать надо. Она настолько бедная, голодная, что щенкам даже не дала. Утеночки, да вон тебе иди, бегом, бегом, бегом. Вон кушают собачки. Господи, не останется. Вот. О. О, это на нас летит. Это наши стреляющие? Нет, это на нас. Так, это на нас? Капанан. Давай, я высыплю. Вот он. Открылся. Насыпем полную миску, пусть наедаются. Так, я той. А той куда насыплю? Ага, у меня тоже есть миска. Ой, мамка, ну ты ля. Все, я надеюсь, что все нацыкатся. О, да ты. Все, пошли. Да. Отсюда надо просто... Вот, видите, прилетает. Надо валить. Вот, куда перемещаются вещи со склада. Смотрите, как круто. Вовсю, уже полночки, даже вот висит, чтобы облегчить людям муки выбора. Игрушечки. В общем, вот оно все. Да. Что вы присылаете, собираете. Это трудовский, красная зона, за блокпостом. Мы не будем называть улицу и дом, естественно, чтобы сюда не прилетело. Здесь сюда люди будут приходить и выбирать вещи. Ну, я не знаю, как говорится. На мой дом, да? Вот, видите? Да, то есть мы потихоньку... Пустой брошенный дом немножко его. Ого, что ты еще. Не брошенный, но люди здесь не живут временно. Разрешили сделать здесь временный склад. Ну, именно здесь, на самих Трудовских. Почему? Потому что здесь очень опасно. Вы слышите, вот, может, мы на улицу выйти, услышите, какие здесь идут серьезные обстрелы. Почему люди не живут, просто вот посмотрите на крышу. Да, оно везде. Вот, оно все, но под склад временно пойдет. Да, потому что зимой людям никак. Да, чтобы люди приходили и выбирали себе вещи. А люди приходят с детками, поэтому зимой на улице. Ну, здесь немножко, как говорится, заросло все. Вот мы сейчас можем немножко постоять и послушать, как здесь... Послушать вылеты. Это не прекращается ни на минуту. Вообще. Да, это еще тихо. Это тихо, тут грохотят так, что мы так разговаривать не можем нормально. Это мы сейчас разговариваем. А то обычно... Вот такая голова. Так, 30 секунд уже тишины. Продержится ли тут минута? 20 секунд. Это по нам уже бьют. Да, оно летит. Вчера два дома, Андрюш. Да, 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 я понял. Вот видите как, и не прошло... Минуты не проходит никак. Привет, ребят. Это вы здесь живете, да? Да, да. Ребят, это 29-е. Вот видите, земля... Земля вот здесь вылетела вся. А попала вот к этим детям, подросткам. Сколько? Минут 7 назад прилетело, да? Да, 15. Здесь 15 минут назад мы как раз проезжали мимо и увидели, как свист. Да? Это сюда пролетело, да? Ого! Вот это дырень! Вот она, огромная воронка, друзья. Вот так по мирным жителям стреляют с таких очень больших орудий большого калибра. Да, мягкая земля и огромная воронка. Это вам не асфальт, который просто встряло. Буквально 10-15 минут назад мы как раз были на Трудовских и проезжали. Запах такой. Ну да. Мокрая земля, как же. А где? Один прилетел, да? Да, да. Вон, видишь? Да, да, о! Вот это дыра! Видно, что еще сгорел и пахнет. Чувствуете, что ли? Мы не знаем, что это за хрень прилетела, но вот номер мы видим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...